Детская и юношеская спортивная школа И нам об этом Роспотребнадзор неоднократно уже напоминал Идея была такая, чтобы всегда была идея перевести или построить на стежинке что-то новое Или перевести куда-то лыжников так, чтобы они были поближе к лесу То есть поближе к территории, где можно было заниматься лыжи Лыжи одел, поехал и так далее Сразу же заниматься спортом Приехали, лыжи сняли, переоделись, покушали, пообедали, позавтракали, чай попили Или что угодно И тут предприниматель мне один говорит Вот у нас есть школа, которую мы купили у вас Мы там в Маломальской сделали ремонт И мы бы могли отдать вам эту школу Понятно, что не просто так отдать, а поменять Даже не купить, хотя и был вопрос и купить Вот, поэтому сразу же у меня мысль такая возникла, что можно По крайней мере, лыжников из центра То есть практически 20 лет победы этот центр Перевести ближе к лесу Поэтому и было дано такое указание, чтобы В том числе и заместителю по социальным вопросам В том числе и руководителю спорткомитета Для того, чтобы они проработали этот вопрос И дали свои предложения Я видел, что вопрос не решен вообще Он решался в течение полугода Он просто вообще не решен И никаких предложений-то мне не было, не поступило Ни от того же руководителя спорткомитета Ни от Евгения Викторовна Секина Я принимаю решение, что оставить все на том уровне, на котором оно было Ну а теперь вот такой вопрос Злые языки у вас за спиной говорят о том, что директор Дюшор Ваш родственник, и поэтому к нему не предвляются никакие претензии Так ли это? Да, действительно это так Вообще он является моим тестем Ну хоть на три года только меня старше Но тем не менее он тесте Человек, который всю жизнь прожил в спорте Заслуженный мастер спорта международного класса В свое время Советского Союза Украины и так далее, и так далее Который знает, что такое спорт И то, что применять к нему И применяю я к нему какие-то наказания за ту или иную его позицию Или не применяю Это точно не моя прерогатива То, что в данной ситуации произошло Потому что я ему дал команду И как я могу наказывать человека, который выполнил мою команду Нужно наказать прежде всего, наверное, самого себя За то, что я где-то неправильно поступил А я на самом деле не отрицаю, что здесь я просто не стал уже ждать ситуации Когда она полгода разруливается Да, я просто дал команду Вот, поэтому я считаю, что здесь Говорить о том, что В связи с тем, что он мой родственник Да он получает гораздо больше от меня Чем кто-либо другой Если с другим я могу пообсуждать, порассуждать и так далее То к родственникам и к своим знакомым и друзьям Я отношусь более жестко Так, как я отношусь к самому себе Поэтому здесь это Это просто необоснованные, ничем не подкрепленные слухи Что касается слухов, то не обошли мы стороной и увольнений Уже упомянутых Евгений Насекина И заместителя главы по социальным вопросам И бывшего председателя спорткомитета Алексея Кривоносова Ну давайте так Алексей Кривоносов это все-таки Не тот человек, который должен работать В комитете физической культуры и спорта У меня давно были к нему претензии И много претензий По организации спорта вообще в целом в городе Вот, а это просто момент, который Действительно заставил меня то, что Они самоустранились От поставленной мной задачи И поэтому Что касается Кривоносова Да, я сказал Пусть напишет заявление и уйдет самостоятельно Он написал это заявление Я его не видел Он написал заявление Потому что ему передали И уволился Что касается Евгении Викторовны Она присутствовала на последней встрече 31 декабря Ну, видимо Ни слова не говоря о том Что там происходит А все-таки физкультура и спорт Это ее прерогатива И когда лыжники говорили Что спорт у нас не развивается в городе Что мы ничего не имеем вообще от города Мы самостоятельно занимаемся И все у нас свое И все мы покупаем И так далее, и так далее, и так далее Тут вообще не было сказано Евгения Викторовна ни слова Хотя бы сказала Что подождите, ребят Это же моя функция Моя сфера влияния И я могу привести факты Вот такие, такие, такие Ну и все И больше после этого я ее не видел Кроме как увидел только заявление на столе Теперь немножко о дорогах Совсем недавно мы общались С представителем контрольно-счетной палаты И они проверяли эффективность использования Бюджетных средств и краевых на ремонт дороги Вот, и одним из нарушений КСП выявили слабый контроль За выполнением работ Вот, как вы думаете Почему так получилось, да В чем причина Ну, во-первых, это имеет место быть Это не отрицаю, да Это слабая работа Управления капитального строительства Слабая работа людей Которые выполняют эту функцию То есть функцию куратора Мы неоднократно на совещаниях обсуждали эту тему Многие... Почему такая большая техучесть кадров В управлении капитального строительства? Вот именно по той причине Приходят люди просто получать деньги Я открытым текстом говорю, что Не зарабатывать их, а получать Вроде у них есть и диплом Вроде есть и знания Вроде как есть и практика Но тем не менее, когда приходят Ну вот, я собирал вместе с кураторами Совещание у себя в кабинете Он говорит Ну и что? Ну там не досмотрел Вот там не доглядел Вот там не увидел, да А я говорю, а зарплата вы все получаете? Сполна? Ну и что, да? Ну вот, вот такое вот, знаете Отношения, как ребенка, да Который, ну извините, я ошибся Это все-таки бюджетные деньги Конечно, это имеет место быть И, в принципе, неоднократно уже Мы обсуждали эту тему И я ставил на вид и руководителю Управления капитального строительства Поэтому я думаю, что в ближайшее время Изменится ситуация Какие у вас у администрации планы По дорожному ремонту на этот год? Еще в прошлом году говорилось По ремонту улицы 20 лет Победы и всеобучия Действительно, в этом году Мы планируем этот ремонт И планируем только его сделать В текущем ремонте Вообще планировали И есть сметы у нас на капитале ремонт Этих дорог Всеобучие и 20 лет Победы Сметы составляют порядка 600 миллионов В связи со сложившейся такой вот ситуацией По бюджету края Бюджет был секвестирован И нам выделили всего 48 миллионов На эти дороги Поэтому мы их ремонтировать будем Но в текущем ремонте И ту, и другую улицу Также будет продолжена работа По ремонту дворовых территорий и тротуаров Продолжится и ремонт ЦРТДЮ В этом году мы заложили 43 миллиона А вообще ЦРТДЮ по смете Где-то порядка 160 миллионов Ремонт всего ЦРТДЮ В том числе и фасадов В том числе и бассейнов В том числе и залов В том числе и всего-всего Поэтому в этом году 43 миллиона мы будем осваивать И я принял решение Что мы будем заниматься только Левой частью, я имею ввиду Без бассейна и без спортивного зала Потому что нужно что-то было одно делать Или то, или другое А все остальное, кабинеты, залы То есть актовый зал Все это мы сделаем в этом году На следующий год мы запланируем Еще такие же деньги Для того, чтобы закончить Дом пионеров в целом Больная тема тем, что Наверное, где-то несовершенно В государстве законы Когда приходят люди Заниматься работой на конкурс Который нас заставляет Закон выполнять Приходят с одним желанием Заработать деньги Но не специалист Вот в данной ситуации Получилась такая же картина И по ЦТДЮ И по остальным Каким-то проектам Серьезным, грандиозным Мы очень много потеряли Денежных средств и времени В связи с этими конкурсами Только по той причине Что вот такие люди И нерадивые организации Которые приходят Мы все есть закон Что давайте их запишем В ненормальной организации Нехорошей организации Давайте запишем А только вот этого То есть фирма закрывается Под этой же фамилией Открывается другая фирма И он снова выходит на конкурс И снова выигрывает И снова делает некачественную работу Вот это и происходит Ну и последняя тема Это устав В нашем городе Который поменялся И вот первый вопрос Что вы думаете По поводу проводимой Краем политической реформы Какие плюсы И какие минусы Вы видите в том Что у нас в городе Будет глава Он же председатель думы И руководитель администрации То есть некий такой Двуглавый город А сегодня он какой? Тоже двуглавый Что происходит сейчас? Вот оно и так и происходит То что Если Два человека И в данной ситуации Не найдут общий язык И что такое два человека? То есть когда Говорят о двух Командирах Которые Командуют одним полком Вот давайте в военное время Был замполит И был командир Скандалов было Выше крыш Такая же ситуация и сейчас Мы же постоянно спорим С депутатами По тому или иному вопросу Если глава будет избираться Из состава думы Потом будет избираться Сити-менеджер Кого изберут депутаты? Какого изберут себе главу? Неизвестно Тут народ выбирает А здесь выбирают депутаты То есть будет и подкуп Будет все что угодно будет Будут Вот эти 25 человек Будут искать Если там из 25 5 человек захотят быть главами Естественно там будет все что угодно Чтобы стать главой Вот всегда говорю Если два человека Даже в сегодняшней ситуации Даже в той ситуации Которая будет Если два человека Не найдут общий язык Если они в этой конфликтной ситуации Не найдут соприкосновения И не будут уступать друг другу В этих конфликтных ситуациях А два человека Это конфликт В любом случае Муж с женой То не могут найти В общий язык Иногда Какие-то вопросы Ну да Поэтому здесь точно такая же ситуация То будет бардак А вы планируете В 2016 году Участвовать в выборах? Давайте так все-таки Не буду говорить Ни да ни нет Где я буду И как я буду На сегодняшний день Если были эти выборы Сегодня нет Если будут они завтра Я еще То есть это будет все-таки Или это будет март Или это будет декабрь следующего года Поэтому нужно дожить Специально для вас Мы получили ответы На самые сложные вопросы Это был открытый диалог с мэром Если у вас есть вопрос Можете задать его Позвонив в нашу студию По телефону 4-98-89 И мы обязательно найдем На него ответ Илона Измайлов Анатолий Соснин Олег Власов Телекомпания Соль-ТВ